Сегодня у российских студентов закончились летние каникулы и началась новая учебная пора. Глава Чуваши поздравил с Днем Знаний студентов и преподавателей Кооперативного и Московского автомобильно-дорожного институтов. О том, как начался учебный год в этих вузах, расскажет Татьяна Трофимова. 673 вчерашних школьника из 30 регионов России выбрали для учебы Кооперативный институт. И все они сегодня студенты-первокурсники, будущие юристы, управленцы, экономисты, технологи общественного питания. Девушка даже приехала с Хабаровска. Я сперва не поверил. То есть это самый дальний регион Российской Федерации, они нашли Чебоксары, они нашли Кооперативный институт. Это говорит о том, что на самом деле институт сегодня имеет свое доброе имя, имеет свой уровень. И студенты, хотя все студенты 100% учатся на коммерческой основе, трудоустраиваются. И это очень важно. Настя будущий управленец. Девушка осознанно выбрала эту профессию. И то, что родители будут оплачивать обучение, еще больше мотивирует ее хорошо учиться. Родители зарабатывают, надо учиться, не подводить их. В Кооперативном институте начался мой отец. Должен государственное муниципальное управление. Теперь традицию продолжаю я. Мне тут очень нравится, правда. Эмоции какие положительные. В Кооперативном институте первокурсникам есть с кого брать пример. Общественная жизнь здесь просто кипит. Старшекурсники, активные участники КВНов, студвесен, различных молодежных проектов. При этом и отличники учебы. Когда-то, наверное, еще 5 лет назад, когда я только пришла в этот институт, было немножко так страшно. Вот ты заходишь в актовый зал, все такое большое, новый уровень. Это не как в школе. И другая сцена, другой актовый зал, новые люди, новые знакомства, все другое. А сейчас уже так приходишь, все уже свое родное, родные стены, родной институт. Студенческая пора – это самое прекрасное время. Я вам желаю всем отличной учебы. В этом институте 224 новобранца. Будущие специалисты – дорожно-транспортные отрасли. 95% из них будут обучаться за счет федерального бюджета. Благодаря образовательной политике, реализуемой в Чувашской республике и лично главой республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым отмечается все возрастающий интерес абитуриентов к инженерным профессиям. Большинство студентов МАДИ остаются работать в республике. Кто на предприятиях и заводах, а кто-то продолжает передавать знания в стенах родного института. На круглом столе в автодорожном институте глава республики обсудил вместе с преподавателями, студентами и работодателями «Дальнейшее трудоустройство молодых специалистов» и взаимодействие филиала с ведущими предприятиями и организациями дорожно-транспортного комплекса республики. Нами разработана тема «Электромобиль транспорта будущего». Мы именно доказали, что внедрить электромобиль в город Чавоксара это будет выгодно. От качества образования этих студентов зависит качество наших дорог, отметили специалисты отрасли. А глава республики подчеркнул, что их знания и силы будут очень кстати при строительстве высокоскоростной магистрали. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В этом году День знаний 1 сентября пришелся на воскресенье. Более 125 тысяч учеников пришли в школы. Впервые порог учебных заведений перешагнули 13 тысяч первоклассников. В День знаний в каждой школе прошли торжественные линейки с участием родителей, представителей власти, общественных организаций и предприятий. По сообщениям МВД, почувавшие в этот день общественную безопасность в местах проведения праздничных мероприятий и массового пребывания молодежи обеспечивали более 800 полицейских. 1 сентября в каждой школе учебное расписание было индивидуальным. Занятий как таковых не было. Но во всех школах прошли открытые уроки, урок конституции, посвященные 20-летию принятия основного закона Российской Федерации. Встретила своих учеников и 5-я гимназия Чебоксар, партнер Сколково. Здесь устроили презентацию возможностей «Цветик-семицветик» и экскурсию для юных гимназистов «Здравствуй, новый дом». Родители, собравшиеся у гимназии, напутствовали своих детей. Всех наших деток нашего класса хочу поздравить с Днем Знаний, с перехода в новую школу и пожелать им легкой учебы, хороших учителей и дружбы в классе. Всем терпения, всем удачи и здоровья. В течение недели в школах пройдут всероссийские образовательные акции. 3 сентября на уроке «Здоровые дети в здоровой семье» будут обсуждать вопросы здорового образа жизни. Также в этот день начинаются мероприятия, посвященные Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Это самая новая памятная дата, установленная федеральным законом о днях воинской славы России. Она связана с трагическими событиями в Беслане 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе номер один погибли более 300 человек, среди них более 150 детей. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.